Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Слово «нет» должно стать исключением для руководителей и специалистов городских ведомств. Спортивные площадки в городе – возможность поддерживать здоровый образ жизни. В Анапе завершились краевые финальные соревнования по волейболу среди команд девочек 2000-2001 года рождения. Выездную планерку мэр Анапа Сергей Сергеев провел в Доме культуры села Джигинка. Еще по пути мэр Сергеев отметил – замечаний и нареканий на работу глав сельских округов много. И призвал чиновников измерять качество работы не законными, а отзывами населения. Подробности планерки в сюжете. Детский садик номер 24 «Колосок» сдадут к 1 декабря. Мэр Анапы Сергей Сергеев дал понять – если в срок работники не уложатся, будут кадровые решения. Уже сейчас можно утвердить штатное расписание, набрать сотрудников и комплектовать группы. Чтобы родители точно знали, что их чадо зачислено, а значит с удовольствием помогут на завершающем этапе. Почему мы не можем привлечь тех же родителей? У меня тоже ходили дети в детский сад, я тоже работал и с граблями, и с лопатой, и краску покупал, и так далее. Сегодня там очень много работ по благоустройству надо выполнить. Почему не формируем группы? Если я буду знать, что через месяц мой ребенок туда пойдет, конечно же я в первую очередь приду и буду делать так. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила – запланирована проверка строительных и отделочных работ в новом детском саду номер 4 «Волшебная страна». На контроле исполнение поручений Сергея Сергеева. В Джигинке еще одно образовательное учреждение нуждается в ремонте. В школе протекает кровля. Оказалось, это не единственная проблема. На планерном совещании директор школы номер 19 рассказала. Беговые дорожки пришли в негодность. Электропроводка старая рассчитана только на освещение. В школе 25 лет в этом году столько же электропроводки. Глава курорта Сергей Сергей взял школьные проблемы на контроль. 243 многодетные семьи получили земельные участки в этом году именно в Джигинке. В текущем году и в целом мы предоставили 243 земельных участка на территории дорожного округа. 123 – это Джигинка, этаж – 120. 129 семей проживают непосредственно в данном сельском округе. Шесть человек у нас остается учтено как нуждающиеся. И могу добавить, что в программу софинансирования совместного по строительству и проектированию, в первую очередь, инженерных коммуникаций, также вошел земельный участок, район улицы Краснодарской. Далее отчитался о криминогенной обстановке начальника дела МВД Андрей Терехин. За неделю 8 краж, раскрыты 10 из ранее совершенных. В четырех магазинах продавали алкоголь без лицензии. С продажи изъяли 808 литров. В отчете начальника миграционной службы Андрея Дубошина работа в цифрах. 197 иностранцев за неделю поставили на учет. Провели 12 профилактических мероприятий. 45 нарушителей привлекли к ответственности. 7 за проживание без разрешения. 36 за нелегальную работу. 39 выдворено из России. Дополнительно проверят рынки и крупные магазины. Нелегальных работников депортируют. Контрольный вопрос планерного совещания наказы жителей сельского округа. Обращались по социальным объектам, ремонту в детском саду и школе. Удовлетворена просьба родителей о транспорте для детей. Теперь спортсмены будут ездить на соревнования в 18-местном автобусе. Вопрос об открытии стационарного отделения в Джигинке вызвал возмущение мэра Анапы. Почему до сих пор его нет, если людям необходимо? Ответ начальника управления здравоохранения Сергея Сергеева не убедил. Слово «нет» в ответ населению должно звучать в исключительных случаях. Еще одно распоряжение мэра Анапы Сергея Сергеева – проверка отчетов. На бумаге работы в Джигинке на железной дороге приостановлены. По факту, во время планерки рабочие продолжали трудиться. Но, дорогие друзья, зачем же обманывают-то с трибуны? Кого? Сами себя? Чтобы быстро собраться и уехать? Еще одна задача от мэра Анапы – возобновить нездоровье в сельских населенных пунктах. Для главы такие выездные планерки – возможность разобраться в проблемах на месте. Для населения – возможность заявить о проблемах. Мы выезжаем конкретно сегодня в Джигинский сельский округ для того, чтобы решить накопившиеся проблемы округа. И плюс к этому поставить задачи на неделю. В целом, по городу Курок. Я первый раз на такой планерке обычно по телевидению смотрела. И самое главное, Сергей Павлович очень по-человечески, очень ответственно подходит к тому, как живется людям в этом сельском округе непосредственно, в который он приехал. Он побывал и в строящемся садике, и знает проблемы и нашей амбулатории, которая только в основном прием ведет. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. В спортивной площадке в городе возможность поддерживать здоровый образ жизни. Оборудованные, отремонтированные и оснащенные спортивным инвентарем. Такими должны быть площадки в идеальном состоянии. О том, как они выглядят сегодня, расскажет помощник мэра Анапы по информационному содействию Любовь Евсеева. Не случайно внимание главы города приковано к дворовым спортивным площадкам. Именно во дворе начинается большой спорт. А последние два объезда города показали, что стремление к победе и достижению высоких результатов не имеют права соседствовать с беспорядком вокруг. Скейт-площадка преобразилась. Наконец, появились заплатки на велосипедных треках. Детвора с удовольствием гоняют здесь на роликах. А рядом идет разметка под строительство помоста для паркура. Несмотря на листопад, на территории чисто. Руководитель спортивного клуба «Импульс» Ливон Маркарян рассказал, что ежедневно до десятка мешков листвы увозят отсюда. Убирают собственными силами. Есть у площадки свой администратор Денис Хамутинин. Он с утра приезжает, работает где-то до 12, потом уезжает на обед. Но сейчас, так как мы здесь, мы его освободили, чтобы человек немножко отдохнул. А так, в принципе, он практически весь световой день находится здесь. Кардинально изменилась спортивная площадка рядом. Ее передали ООНС, Коваренду, и работа закипела. Исчезли дыры в заборе, его покрасили нарядной краской. Появились новые баскетбольные щиты, уже закупили и сетки, и турники, починили лавочки. И следующим этапом установления камер видения наблюдения, чтобы все здесь происходило в рамках закона и безопасно для молодежи, которая занимается спортом. Ну, все здесь будет бесплатно, да? Безусловно, все будет бесплатно. Будут проводиться массовые мероприятия, турниры по футболу, баскетболу. И еще за здоровый образ жизни. Чтобы иметь представление, как выглядят остальные спортивные площадки города, по поручению главы мы объехали их все. Отрадно заметить, они не пустовали. Везде есть дети, а на Ленина 131 идет урок физкультуры студентов индустриального техникума. Можно и с расписанием работы ознакомиться. Общая проблема площадок – разрушающееся покрытие. Результат – нарушение технологии укладки. Там, где технологию соблюдали, полный порядок. Есть свет на всех площадках. Правда, не везде он работает, хотя он очень нужен дворовым мальчишским командам. Расскажи, как часто вы здесь собираетесь с друзьями? Ну, почти каждый день. Приходим, играем, делимся на команды. Команда есть, как вы называете? Есть. Как вы называете? Урал. Урал. А против кто играет с вами? Против? Сибирь. Сибирь. Двор на двор играете, нет? Играем. Очень порадовала площадка по улице Русской. Она на балансе третьей спортивной школы. И, оказавшись здесь с предупреждением, мы увидели, с какой заботой детвора относятся к месту своих постоянных тренировок под руководством Натали Казенец и Игоря Матюк. А вот в районе шестой школы одна площадка живет и работает активно, а ограждение той, что напротив, давно пришло в негодность. Рядом с площадкой давно стоит непонятный забор, ну а общее впечатление – неприглядное. Глава города готов отдать распоряжение о передаче таких спортивных площадок в аренду градообразующим предприятиям. Если есть желающие возродить жизнь на таких площадках, откладывать с предложением не стоит. Обмен опытом, наработками и секретами профессионального мастерства. В Анапе прошел краевой семинар преподавателей. Наша съемочная группа поучаствовала в семинаре. Лариса Басова продолжит тему. Семинар совещания по совершенствованию деятельности служб психолога-медико-педагогического сопровождения проводит Министерство образования и науки Краснодарского края и Управление образования Анапы. Наш город выбран местом проведения семинара не случайно. Мы сегодня проводим наш уже очередной, третий по счету, семинар для специалистов и руководителей психолога-медико-педагогических служб. Выбор Анапы совершенно не случайен. Данное муниципальное образование, ваш очень ласковый, очень теплый, очень гостеприимный город всегда отличался четкой и высокопрофессиональной системой работы с детьми, имеющими ограничения в своем развитии, в своем здоровье. Есть определенные достижения, которые бы нам хотелось продемонстрировать коллегам из восьми муниципальных образований, которые сегодня приехали в Анапу. Для нас очень важно, чтобы коллеги смогли увидеть не только передовой опыт, который в Анапе, безусловно, есть, но и рассказать о том, что они делают в своих муниципалитетах, какие есть проблемы, что необходимо нам, Министерству образования и науки Краснодарского края, сделать, чтобы эта работа вышла на более современный, качественный, эффективный и приносящий пользу каждому ребенку с особыми образовательными потребностями уровень. 64 педагога из различных регионов края встретились за круглым столом в школе номер 6. Педагоги делились опытом медико-психолога педагогических служб. Досконально был рассмотрен опыт Анапской службы. Во-первых, одной из самых больших на Кубани, в ней работают 24 специалиста. И во-вторых, Анапская служба имеет статус «Освобожденные». Создана в 1998 году и, естественно, накопила богатый опыт. Лариса Васова, Алексей Мухуртов. Анапа. Регион. В Анапе завершились краевые и финальные соревнования по волейболу среди команд девочек 2000-2001 года рождения. В Анапе завершились краевые и финальные соревнования по волейболу среди команд девочек 2000-2001 года рождения. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Виктория». Анапу представляла одноименная команда под руководством тренера Веры Павловны Фроловой. Еще одна команда представляла наш город-курорт «Олимп» из поселка Виноградный. Обе команды уверенно набирали очки, обыгрывая соперниц. Обе команды уверенно набирали очки, обыгрывая соперниц. Сочи, Курганинск, Краснодар. Всего 8 команд оказались в финале. Анапчанки набрали больше других очков и поднялись на пьедестал почета. Команда «Виктория» взяла серебро, золото у команды «Олимп». Мы год назад стали третьи в крае этим возрастом. Поехали на Россию. На Россию поехали в сборной с командой «Анапской» с «Викторией». И очень хорошо выступили. Они «ЮФО» вторые стали, полуфинал России прошли и играли в финале «Россия и дети». То есть «Анапские дети» из 16 сильнейших команд России заняли 10 место. Я считаю, это очень серьезный результат. И еще одна новость сегодня. Подробности в материале нашей съемочной группы. 100 дней до Олимпиады в Сочи как праздник. Молодежь, студенты и школьники Анапы, почти тысяча человек собрались в сквере у здания БФО на высадке хвойной аллеи. 100 дней до Олимпиады – 100 деревьев. А 29 октября – новая дата в календаре праздников Кубани и Анапы. Наконец-то дождались. 100 дней всего лишь осталось. Скоро. Сейчас мы всаживаем саженцы, пробегаем. Остается 99 дней. Ну что еще скажешь? Ура! За 100 дней до Олимпиады Анапы стала зеленее на 100 хвойных деревьев. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов тоже поучаствовал в общем движении. Посадил сосну. Я думаю, каждое здесь деревцо должно взойти благодаря вашим душевным качествам. То, что мы действительно вкладываем душу в открытие и подготовку Олимпиады. И именно это право предоставлено Крадоснодарскому краю. Настроение участников акции – Олимпийское. Пять групп волонтеров отмечены пятью цветами. Они объединяют пять частей света. Синий – Европа, Черный – Африка, Красный – Америка, Желтый – Азия и Зеленый – Австралия. Пять колец, все разные цвета. И мы соответствуем Красному кольцу. Идем от ТРГСУ. То есть начинается пробег с БФО и до Родины. Несколько секунд до старта. Готовы? На старт! Внимание! Марш! Финиш на театральной площади у главной сценической площадки города. И здесь же старт – Олимпийской зарядки. Участники акции, серебряные волонтеры, напчане и гости курорта подключились к общей физкульт-пятиминутке. И также все вместе приветствовали Анатолия Шевченко, участника Паралимпийских игр в Лондоне. Я хотел бы сказать, что я очень рад присутствовать на данном празднике. Я очень рад, что Олимпиада наконец-то будет проходить в нашем замечательном крае, в городе Сочи. На своем опыте я знаю то, что когда осталось всего 100 дней до начала Олимпиады, наша сборная сейчас очень усиленно готовится. Давайте все вместе пожелаем им удачи! Поддержали Олимпийскую сборную вместе аплодисментами и продолжили праздник концертом. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа. Улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть. В среду 30 октября в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем 16-18, ночью до плюс 12 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 12 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ Анапа. Регион. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Кто-то любит тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Торгового третий conducted в 3-4-